Ветер перемен Развитию речи, голоса, мастерства Общения Люди, которые подписаны на мои Рассылки, читают сайт Возможно, смотрят видео На канале И Надо сказать, что Случаются такие моменты Не всегда благодарят Иногда Задают вопросы Или даже предъявляют претензии Претензии в основном Вот какого рода Я получил там Ваш видеокурс, к примеру Занимаюсь А результатов нет и нет И Все ваши упражнения Они для меня не подходят Я вот какой-то не такой, я какой-то особенный И ваши упражнения Неэффективные Они Не годятся для меня Подскажите мне какие-то другие упражнения К примеру, да Или даже и хуже И даже бывало такое Конкретно один молодой человек Прямо меня Вот обвинял в том, что Вы даете бесплатно Всякие Ложовые, как он написал Контекст сохраняю Упражнения Которые не работают Что вы такая вот Скупая И не хотите Бесплатно людям дать Хорошее упражнение Что только платникам Хорошее упражнение И тут у меня Возникает встречный вопрос А как вы выполняете Эти упражнения Ну и однажды у меня просто Волосы дыбом встали на голове Когда одна дама Девушка молодая Написала мне так У меня нет возможности Заниматься Развитием голоса В течение недели Несколько раз Поэтому я занимаюсь Только по выходным И занимаюсь там По полтора-два часа После этого У меня ужасно Першит горло А результата Я никакого не получаю Дорогие мои подписчики Дорогие мои читатели И зрители Очень важно Как оказывается Не только знать Какие упражнения Но и знать То, как правильно Их выполнять Поэтому сегодня Я решила поговорить О правильности О том, как Как надо Выполнять эти упражнения Чтобы они Чтобы от них был толк Чтобы они действительно Были эффективными Ну и первый вопрос Вот я себе тут набросала Да И первый вопрос Сколько по времени Вопрос времени Ну хочу вам сказать Что На самом деле Для начинающих 10 минут голосовых упражнений С одного подхода С одного раза Выше крыши Выше крыши Нормально Хорошо Достаточно Если вы при этом Правильно Смотрите на то Как демонстрируют упражнения Скажем Мои студенты И ученики И правильно Выполняете упражнения То 10 минут С одного подхода Этого вполне Для вас достаточно Лучше Два раза По 10 Чем Один раз 20 Но о том Чтобы заниматься Целый час Голосовыми упражнениями Или даже Полтора часа И речи быть не может Я вам хочу сказать Что Когда я училась На актерском факультете Ну и сейчас В принципе Ничего не изменилось Вы знаете Сколько длится Индивидуальное занятие Педагога По сценической речи Ну Ваше предположение Ну Да 20 минут За пару Соответственно Педагог По сценической речи Занимается С тремя Четырьмя Студентами И 20 минут Это уже Для Тех Студентов Для тех Людей Которые Уже В теме Как говорится Да То есть Которые уже Не совершенно зеленые Не нулевые Которые уже Что-то знают Умеют И приходят Достаточно подготовленные С разогретым голосом Вот О разогреве Об экспресс-разминке Да Это мы поговорим С вами в следующий раз Какие в нее включить Эффективные упражнения Для того Чтобы Настроить Свой голос Свой голос Речевой Скажем так Аппарат Не только голос Поэтому Делайте вывод Лучше Дважды По 10 Два раза По 10 Чем Один раз 20 Или 30 Минут Берегите Свой голос Берегите Свои голосовые Связки Не перетруждайте Особенно Если вы Новичок В этом деле Что же Дает Результат Почему Так мало Надо заниматься За счет Чего Результат Самое главное В этих занятиях Это регулярность Или Как я иначе Говорю Система Систематичность Очень важно Уметь Встроить Эти занятия В свою Обыденную Жизнь Для того Чтобы их Не пропускать Для того Чтобы не заниматься Ими Что называется С бегу С наскоку Все таки Дыхание Должно Быть равномерным Состояние Должно быть Спокойным Они так Бежали Бежали Ворвались В двери И Не раздеваясь Не разуваясь Бегом Начали бы заниматься Какими-то Дыхательными упражнениями Голосовыми практиками Это неправильно Хотя Определенные Движения И Определенный Темп Занятий Очень важен И просто Необходим Такой Определенный Темпоритм Достаточно Энергичный Кроме того Всегда Призываю Своих Учеников Используйте То, что Нам уже Дано Природой Существует Речи Ручной Рефлекс А он Существует Все органы И все Нейроны Связаны В нашем Организме Используйте Его Если В упражнении Сказано Это надо Делать Как Например Абетку Да Там С веерочком Руками Помогайте Себе Руками Вы Темп Таким Образом Определенный Задаете Мамы Наверное У которых Есть Маленькие Дети Которые Помнят Как Росли Их Дети Наверняка Помнят Такую Историю Что Педагоги Раннего Развития Говорили С Трех Лет Уже Можно Вашим Сыночкам Дочкам Работать С какими Мелкими Предметами Собирать Бусы К примеру Да Там Собирать Пазды Какие-то Конструкторы Мозаики Для чего Мелкая Моторика Рук Способствует Например Развитию Логического Мышления Точно Так же Она Способствует И Запоминанию Скажем Там Более Высокому Уровню Усваиваемости Речевых И Голосовых Упражнений Поэтому Если Вы Нашли Такие Упражнения В которых Рекомендуется Применять Речи Ручной Рефлекс Ручки Ручки То Обязательно Это Используйте Так Про Время Сказала Про Регулярность Систематичность Сказала Про Речи Ручной Рефлекс Сказала Ну И Вот Еще Что Мне Всегда Очень Приятно Сравнивать Занятия Голосом И речью С Выращиванием Жемчужины Почему Есть Такой Целый Ряд Скажем Так Результатов В различных Областях Да Когда Вы Сделали Какое То Действие Все Сделали Один Раз И Все Нет К сожалению У нас Не Так Нужно Если Сказала Дыхательные Упражнения То Их Нужно Первоначально В большем Объеме Потом Сокращаем 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 По мере Того Как Продвинулись Да Как Уже Увидели Определенный Результат Вот Но Тем Не Менее Все Таким Дыхательные Упражнения К примеру Мы Все Равно Делаем Пусть Одно Два Немного Но Все Таким Мы Делаем Для Того Чтобы Активировать Нашу Дыхательную Систему Которая Напрямую Связана С нашими Голосом И Рещу Созвучанием Голоса Потом Для Дикции Упражнения Сделали Для Голоса Сделали И Так Мы Их Должны Сделать Определенное Количество Нанизать Как Бусинки Для Буз Либо Как Слои Для Выращивания Жемчужин Один Слой Поверх Него Второй Слой Третий Слой Четвертый Слой И Так Мы С вами Выращиваем Ну Наши Скажем Так Красноречие Потихоньку Понемножку Но Систематично И Не Забывая О Тех Упражнениях Которые Мы Делали Выполняли Раньше Мы Их Тоже Продолжаем Потихоньку Понемножку Уже Повторять Обязательно Очень Важно Идти От Простого К Сложному От Дыхательных Упражнений К Голосовым От Голосовых К Диапазону Голоса От Диапазона Голоса К Интонациям К Тону Голоса Ну Дикция Это Отдельная Скажем Там История Ну Вот В общем То Основные Скажем Так Четыре Аспекта Для Того Чтобы От Ваших Занятий Был Толк Я думаю Что Если Вы будете Их Соблюдать При этом Правильно Выполняя Упражнения То Обязательно У вас Все получится Так Как надо И Вы достигнете Результата Гораздо Быстрее Чем Если Вы делали Как-то Иначе И Встретимся В следующем Видео С вами Была Ведущая И тренер Обучающего Интернет Проекта Ветер Перемен Елена Литвиненко